В минувшие выходные Буй отметил День железнодорожника. В этом году Северная железная дорога отмечает юбилей – 150 лет со дня создания. Северная железная дорога – филиал УАО РЖД, одна из 16 магистралей России, обладающая уникальной историей и географией. Проводники, машинисты, ремонтники и все те, кто строит, обслуживает и обеспечивает движение транспорта по рельсовым путям, 4 августа отметили свой профессиональный праздник. Горожан и гостей города поприветствовал глава городской администрации Игорь Ральников. Игорь Александрович поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил, что в жизни каждой страны железная дорога играет особую роль. Что благодаря добросовестному труду буйских железнодорожников своевременно осуществляется большой объем пассажирских перевозок, вовремя доставляются грузы, необходимые для развития экономики, и вносится достойный вклад в социально-экономическое развитие города Буя. Уважаемые земляки, уважаемые труженики стальных магистралей, уважаемые ветераны отрасли, от всей души я поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Наш город не случайно зовут городом железнодорожников, ведь город Буй – это крупнейшая узловая станция на Северной железной дороге, где работают на предприятиях железнодорожного транспорта более полутора тысяч человек. И все вы – грамотные профессиональные специалисты, настоящие мастера своего дела, верны своей профессии. Огромное спасибо вам за труд, хочется сказать огромное спасибо вам за вклад в развитие нашего города. Отдельные слова благодарности я хочу сказать ветеранам. Именно благодаря вам, тем ветеранам, которые до сих пор в строю, те знания и опыт, которые накоплены многими поколениями буйских железнодорожников, передаются сегодняшним работникам. И наши предприятия железнодорожного транспорта уверенно чувствуют себя здесь и работают на развитии отрасли. Дорогие железнодорожники, от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, здоровья, успехов во всем, мира, благополучия вам и вашим семьям. С праздником, дорогие железнодорожники! Почетные грамоты администрации городского округа город Буй за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, проявленную инициативу при выполнении производственных заданий и в связи с празднованием профессионального праздника, наградили электромеханика, буйской дистанции, сигнализации, централизации и блокировки Светлану Огородову. Для работников стальной магистрали, всех жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа. С праздничными концертными номерами выступили творческие коллективы Дворца культуры. С самого утра жители могли поучаствовать в спортивных мероприятиях, в турнире по пляжному волейболу, стритболу и в блиц-турнире по шахматам. С днем железнодорожника поздравил всех собравшихся начальник эксплуатационного локомотивного депо Александр Брыков. Разрешите вас поздравить с днем железнодорожника. Для кого железная дорога стала жизнью, смыслом и судьбой, тех хочу сегодня я поздравить, пожелать им радость и покой. Дорогие лучшие коллеги, праздник общий с вами нас связал. Каждому из вас я пожелаю, чтоб карьеру дальше продолжал. Счастье вас пускай не покидает, и любовь, ведь без нее, ведь нет ее важней. Крепкого здоровья вам желаю, долгих, в жизни светлых, ясных дней. С праздником, дорогие железнодорожники! Знак почетного работника дирекции тяги торжественно вручили машинисту-инструктору Николаю Мазову. Хотел бы сказать, что данный знак, и всего 500 штук на сегодняшний день в России, и вот один из этих знаков пришел к нам в эксплуатационное депо за добросовестный труд машинисту-инструктору. За высокие результаты и творческую инициативу в труде и в соответствии с условиями соревнований трудовых коллективов и работников Северной железной дороги дипломом с присуждением звания лауреат дорожного приказ имени Героев социалистического труда машинистов Папанина и Болонина был награжден электромеханик Буйской дистанции сигнализации централизации блокировки Илья Волков. За большой вклад в развитие ветеранского движения, высокий профессионализм, почетную грамоту Межрегионального коордиционного совета ветеранов Северной железной дороги вручили ветерану труда Юрию Васьянову. Железная дорога – это не только мелькающие в окне деревья, глубокие мысли, чай и попутчики. Не только рельсы и шпалы – это в первую очередь люди, которые вкладывают свой труд в развитие российского железнодорожного транспорта. Они вместе со своими родными и близкими пришли на стадион «Локомотив», чтобы отметить свой профессиональный праздник. Многие отдали этой отрасли не один десяток лет. Железнодорожному транспорту отдано где-то 35 лет. Сейчас нахожусь на пенсии. Есть воспоминания и радостные, и не совсем радостные. Но праздник есть праздник. Радостное, хорошее настроение. Желаю всем счастья, здоровья, успехов и всего самого доброго в жизни. Скажите, пожалуйста, для тех людей, которые здесь присутствуют, что для них железная дорога, на ваш взгляд? Железная дорога – это, во-первых, работа, во-вторых, это уже... В процессе работы приходит не любовь к этой работе, а обязательно к своей профессии. Ну и прекрасно, радостные воспоминания. Как вы считаете, что железная дорога значит для боя? Очень много значит. Очень важно. Очень важно. А почему важно? Почему? Да, я даже не знаю, как сказать. Ну как, почему важно? Ну, все-таки ездим. Потом все-таки для боя. Все это имеет какое-то большое значение. Как, если не будет ее, и что же? Ну, куда же люди пойдут работать? Ну, вот в плане работы вы много знаете ваших знакомых, да, которые работают на железной дороге? Да, конечно, вот у меня сын, допустим. Железная дорога? Да. У меня племянники. Водят, поездят. Работают. А у нее тоже в депо. Работают. У меня племянник, моего брата старшего. Работают. Виноградов Андрея Николаевич. Так, а что тогда, в первую очередь, для боя железная дорога? Что она значит вообще? Ну, что она значит? Она значит, как, ну, как сказать, значит, и работу дает, в первую очередь. Конечно, это самое основное для боя. А еще что? А еще что? Нам важно, чтобы все были в боя побольше мест рабочих, чтобы, вот что. У нас и так остается только железная дорога, и остается химзаботка. А больше у нас ничего нет. И если этого еще не будет, так вообще... Жаль, что железнодорогу, железнодорожную вот эту работу на кусочки разделили. Это очень плохо для народа. Очень плохо. Ведь когда-то отделение отдельное такое, большое отделение существовало. И так же и ДПО большое, а сейчас все по отдельным, по отдельным зрениям. У меня папа был железнодорожник, мама работала в железнодорожной больнице в медицине. Вот. Я сам офицер, 25 лет отслужил России. Сейчас живу в Костроме. Вот приехал на родные места, да, на праздник. Скажите, как уже, будем говорить, закон, да, вот. Первое воскресенье августа быть в Буе. Ну, встретить знакомых, побывать в молодости. У всех Буе ассоциироваться это с узловой станцией. Вот. Очень жалко, что, конечно, отделения дороги уже нету. Но Буе для меня всегда останется железнодорожным городом, северной железной дороги, одной из главных станций. Скажите, пожалуйста, в этот праздник вообще что вы ощущаете и стоит ли его проводить на ваш взгляд? Надо проводить обязательно. Праздник. Чего? Спокойный эпох, он праздник. Железнодорожникам, это же отдушина какая-то есть. А вообще, что значит железная дорога для нашего города? Ну, это железная дорога для нашего города. Это же узловая станция, она во все концы идет, считай, везде, во все направления. В рамках празднования Дня железнодорожника состоялся футбольный матч чемпионата области, участие в котором приняли Буйский локомотив и футбольная команда Сусанина. За большой вклад в развитие футбола в Буе Федерация футбола Костромской области наградила ветеранов футбольного клуба «Локомотив» Вячеслава Селезнева, Евгения Головачева, Николая Иванова, Рудольфа Тюринова, Валентина Сахарова и Валерия Баткова. Право первоначального удара по мячу было предоставлено неоднократному победителю первенства Северной железной дороги, чемпиону области, обладателю Кубка Костромской области Евгению Головачеву. Что пожелаем железнодорожникам в этот день? В первую очередь здоровья, конечно, успехов в работе и всего самого доброго в жизни. Здоровья, счастья, любви, а главное здоровья, семейного счастья и всего-всего хорошего. Пожелаю, чтобы возродилось все, что было утеряно за последние 25-30 лет, чтобы опять этот стадион был полный, чтобы опять веселились, радовались, чтобы были хорошие зарплаты у железнодорожников, чтобы эта профессия была почетной, уважаемой, как раньше. Все ходили в форме и не стыдились этого. Долгих лет хороших заработков, пенсий, хорошего отдыха. Счастья, здоровья и чтобы процветало. Чтобы все вернулось на круги своя. И профессия стала опять почетной и уважаемой.